В Российском университете Дружбы Народов состоялся ежегодный слёт отличников. Лучшие из лучших студентов университета собрались вместе, чтобы получить заслуженные награды и настроены на дальнейшую учёбу. 37 лет проводится в университете слёт отличников. И это означает, что, конечно же, мы все эти годы, и самые трудные годы, когда говорилось, что не модно учиться, модно там зарабатывать деньги, мы в нашем университете старались любыми путями находить возможности поддержки наших лучших студентов. Более 30 видов стипендий для поддержки студенчества существуют в университете. Есть и специальные стипендии имени первого и второго ректора Фрудея Сергея Васильевича Румянцева и Владимира Францевича Станиса. Этой главной наградой университета были удостоены всего 8 студентов. Стипендий на самом деле в моей жизни было много. Была и стипендия московского правительства Москвы, была и стипендия правительства Российской Федерации. Но получить именную стипендию первого ректора нашего университета – это действительно большое счастье. Несравнимо даже с теми стипендиями, которые были до этого. Потому что как признание в стенах родного нашего университета. Традиционно перед началом торжественной церемонии награждения перед собравшимися в зале выступает почетный гость. На этот раз к студентам обратился заместитель директора научного центра Курчатовский институт, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Курдаков. Как и год назад, больше всего отличников на факультете гуманитарных и социальных наук. На втором месте инженерный факультет, третье – у медицинского. Отличники – это гордость РУДН. Это та интеллектуальная элита, которая создает нашему вузу имя и делает его одним из самых престижных университетов мира. Я считаю, что любой человек может стать отличником. Надо просто действительно хотеть этого и трудиться. Это интересно. Интересные предметы и, соответственно, хочется учиться. Наверное, это главный стимул. Просто я посещаю все лекции и по возможности выполняю все домашние задания, какие задают. Вот и все. Я думаю, что нужно терпение, активность побольше, не давать лени перебороть себя. Торжественная часть завершилась концертом. Такой праздник отличники заслужили своим стремлением к знаниям и активной жизненной позиции. Евгения Городилова, Арина Карпенко, Сандра Часович, Михаил Хабин. Новости ТВ РУДН.